Денис, приветствую тебя! Приветствую! Ведное видео, фундаментальный технический анализ. В этот раз мы по горячим следам очень важного события. Это заседание Федрезерва, которое завершилось вчера, соответственно, оно повлияло на динамику финансовых активов, повлияло так, как в целом мы с тобой позиционно прогнозировали. То есть доллар, который, в принципе, очень активно поджимали ранее, оказался, стал еще дешевле, продавил поддержку, 90 пунктов, сейчас 89-84. И поскольку пал такой своего рода психологический рубеж, следующей целью снижения индекса американской валюты может выступить значение уже прежнего многолетнего минимума. Это минимум, по-моему, с 2018 года, это отметка 88. Если и этот уровень пройдем, то уже будет заход на исторические минимумы. Но они, правда, находятся существенно ниже, там, 77 с копейками. Хотя многие эксперты сейчас прогнозируют, что с учетом последних вот вводных от ФРС и ожиданий мер стимулирования от Конгресса, доллар весь 2021 год будет испытывать серьезное давление. Ну что, движение на финансовых рынках интересное. Это хорошо, то, что на площадках есть тренды. Я думаю, что уже можно называть вещи своими именами. Это не подготовка к какому-то рождественскому ралю. Это вот уже и есть идущая рождественская эра. И до конца, собственно, ну, если брать рождественские праздники за основу, до конца этого года чуть больше пяти дней, ну, семь дней. И я думаю, то, что за вот этот остаток движения на финансовых рынках могут стать еще более интересными. Мы с Денисом, друзья, продолжим за всем следить, регулярно собираться и рассказывать вам обо всем самым интересном. Если, кстати, есть вопросы по каким-то отдельным активам, которые хотелось бы, чтобы мы разобрали, обязательно пишите нам в комментариях только через обратную связь. Мы, собственно, можем узнать то, насколько вы заинтересованы в том или другом анализе. Так, ну, Денис, давайте тогда непосредственно к демонстрации экрана и поговорим о том, что в моменте есть интересного. Я предлагаю сегодня поговорить о трех инструментах, которые в целом, их динамик очень взаимосвязан. То есть, если плясать от индекса доллара, зная то, что происходит с американской валютой, можно, в принципе, попытаться и почти безошибочно спрогнозировать движение золота и уж точно сказать, что происходит с парой евро-доллара. Ну, индекс американской валюты, как я уже отметил, предсказуемое снижение. Спасибо Федрезерву, который анонсировал нежелание что-либо делать с процентными ставками до 2023 года. Но я думаю, что вот все-таки снижение, которое мы видим сегодня, оно уже больше связано не с реакцией трейдеров на ФРС, а с возросшими надеждами на то, что Конгресс США отдаст экономике через новый пакет госпомощи на 750-1 триллион долларов. И последний комментарий, который я видел, если цитировать, руководителя большинства в Сенате, меньшинства, то есть МакКоннелла, Шумера, если говорить о Министерстве финансов, Нэнси Пелоси, ну, действительно, они понимают, что сейчас после инаугурации того, что Байден стал президентом, на фоне того, что сейчас происходит с ковидом в Штатах, оттягивать уже нельзя. И вот обещают нам дать вот этот фонд нам, трейдерам, инвесторам, фонд помощи на указанную величину в самые ближайшие дни. Будем ждать. И я рекомендую, друзья, тем из вас, кто все-таки рассматривает доллар, так же, как и мы с позиции продаж. Ну, хотя, Денис, у тебя, может быть, точка зрения изменилась, я не буду говорить за обоих, но могу предположить, что ты можешь топить, так же, как и я, за продолжение текущего тренда. Потому что, ну, с точки зрения фундамента, это снижение будет дальше обоснованным. Друзья, если сделка вам нужна позиционная, можете открывать шарты, потому что, как только решение о новых стимулах придет на рынок, доллар будет еще слабее. Так, что у нас с золотом? Золото как раз чем активнее обсуждают тему фискальной поддержки, тем больше рост мы видим по рынку драгоценных металлов. И золото действительно неплохо сейчас восстанавливается. Хочется, конечно же, порекомендовать какой-то супероптимальный уровень для того, чтобы заходить в ланги. На таком росте можно сказать, что покупать все золото нужно было раньше. Но те, кто все-таки еще без сделок и по-прежнему ищет точку входа. Друзья, если мы увидим коррекцию в район 1850, ну, считайте, что это прям последний подарок, который вам может преподнести рынок под закрытие этого года. Если вы не возьмете золото ближе к этому значению, потом, к сожалению, будете наблюдать за тем, как зарабатывают другие, но не вы. Потому что золото при сохранении такого тренда и ожидание того, что должно вырасти из-за инфляционных рисков после того, как Конгресс вольет в экономику еще такую бешеную ликвидность. Золото реально может оказаться выше 1900 долларов за унцию и вплотную приблизиться к психологической планке, которую мы уже видели на отметке в 2000. И еще один инструмент – это евро против доллара. Поскольку я только что прокомментировал фон, связанный со слабостью американца, понятно, что евро будет восстанавливаться. 1,2239 котировки, соответственно, ждем коррекции к восходящей линии тренда. Это примерно в районе отметки 1,2150, ну, может быть, 1,2150-1,22. И выкупаем, в общем, на этой коррекции. Европейская валюта при таких темпах реально может добраться до уровня 1,25 даже до конца этого года. Раньше, ты знаешь, если я скептически относился к прогнозу в Сити, которые рекомендовали держать до уровня 1,25 до конца года, то есть еще две недели, но поскольку мы сейчас на отметке 1,2250, это вполне реально. Поэтому рекомендую все-таки также рассмотреть возможность покупки евро до указанных целевых значений. Короче, в сухом остатке работаем по тренду. Слово тебе, Денис. Так, слово взял, пока сделал. Значит, продолжу с той же ноты по поводу евро. Я не настолько оптимистичен, на самом деле, касательно евро, я считаю, что коррекция, в принципе, уже буквально вот-вот назрела, и рынок сам по себе уже достаточно перегретым является. Я согласен с этим, согласен, не спорю. Да, поэтому 1,25, но у меня огромные прям сомнения. За две недели я не вижу для этого никаких причин, особенно учитывая то, что начнут американцы закупаться там на новогодние рождественские праздники, рождественные буквально уже 25 декабря у них будет. Поэтому все-таки небольшую локальную поддержку доллара, я думаю, окажут. Поэтому по евро, ну, у меня максимум был зазор, это где-то в район 22,5. И затем уже более-менее значимая коррекция пройдет. То есть пока что я ее оцениваю, коррекцию в область текущего самого такого крупного накопления, которое у нас есть в данном контракте. Это примерно вот 21 с копейками, может, там 21,10, 21,20 вот в эту вот область. Затем, в принципе, да, не исключаю, что могут еще отскок вер сделать. Но с текущих, я, пожалуй, пас, так высоко покупать я точно не буду. То есть это немножко противоречит моему мировоззрению торговли. Поэтому считаю, что евро, в принципе, если не с текущих, то буквально вот чуть-чуть выше, там 22,50, 22,70, уже будет готово пойти в коррекцию. Что касается индекса доллара, здесь сейчас очень сложно говорить, потому что находится вот в области, в которой мы просто не можем ни за что зацепиться. Потому что следующие уровни, которые более-менее значимы, будут находиться в районе 89, 88,5 и там 88 еще 25. То есть если говорить о том, откуда они взяты, то это на недельном тайме вот эти вот экстремумы, которые еще с начала 2018 года были сформированы. Они же и на дневном тайме тоже хорошо видны. Поэтому я тут абсолютно не исключаю, даже более чем уверен, что цена именно вот в эту область и стремится. Но то, как она туда будет идти, вовсе не обязана прям вот сразу резко пойти. Она может через коррекцию запросто это сделать. Поэтому, в принципе, я не вижу никакой проблемы цене вот так откорректироваться вверх, а потом снова пойти вниз. Ну а так, в принципе, цель на следующий год действительно в районе, если у средней где-то 88,5 и в принципе очень неплохо движется цена по данному каналу, построенному вниз, вот как он выглядит. И, собственно, по нему сейчас цена достаточно красиво идет. И, что касается золота, здесь мы с тобой в прошлый раз единогласно говорили о том, что золото исключительно в укреплении. Более того, я склоняюсь к варианту, что золото пойдет не просто в укрепление, а даже на пробой годового максимума. То есть, там где 2074,5, ну, в общем, 2075 уровень. Я считаю, что именно вот к нему цена будет стремиться. Естественно, это будет не один месяц движения это делаться, но, тем не менее, предпосылки к этому весьма существенные есть. Опорные объемы у нас вот внизу остаются сейчас в качестве поддержки. Контракт сейчас переключен на февральский, поэтому здесь очень хороший потенциал для роста есть. Первую цель уже благополучно взяли. Промежуточная будет следующая на 1900 находиться. И потом как раз уже озвучил эту цифру, кстати, я с ней соглашусь. Вот такая вот область поддержки сделана. Значит, ее диапазон в районе 1863 – это верхняя граница и 1845 – нижняя граница. Единственное только, я бы советовал эту зону рассматривать только после того, как цена уже придет к 1900. То есть, после 1900 вот эта вот область будет актуальна. Сейчас пока еще слабенькая инерция для этого, то есть более рисковый подход. И снова продолжение движения вверх. Поэтому тут по золоту у нас с тобой единогласно. Единственное только, я призываю очень-очень осторожно к евро, потому что реально может скорректироваться. А потом, да, потом уже продолжит рост, но коррекция здесь уже не за горами. Так, Денис, спасибо тебе за точку зрения. Ну, всегда приятно слышать, конечно же, солидарный прогноз и технаря, и фундаменталиста. Это, с одной стороны, немножко взаимно тешит эго, но с другой стороны, говорит о том, что анализ был проведен, ну, максимально объективно, беспристрастно и непридвзят. Тебе традиционное спасибо за то, что уделил время. Хорошего закрытия недели, Денис. Классных выходных и жду тебя на следующей неделе уже во вторник. Будем разбирать поведение доллара и золота. Да, спасибо большое. Тебе тоже отличных выходных и правильного закрытия недели торговой. Спасибо. До следующей недели. Пока-пока. Пока.